Музыка Комары прокусывают, а это не прокусывают, внизу настолько много комаров, что здесь вообще по-божески, жить можно, а мы хотели комнатку здесь посмотреть, Около вашего каму, а, да, вот это и есть самый главный центр, а вы, случайно, не проводник? Комнату внизу, где-то разобрать надо, короче, комната, раньше здесь, наверное, шамана моря. А вот это вот кратер, что ли, получается, называют, или как? Вон там комната. А кратер это вот это называют? А? Кратер это вот это место называют или? Нет, вот там подальше немножко комната. Там еще бассейн, знаете, да, да, знаем мы. Так что, Анна, в какой стороне тут лестница? Лестница твоя. Сейчас скажу, ну, знаешь как, смотри, ты там дойдешь до камня, есть такой большой камень, от него будет дорожка вниз, вот туда. Направо. Направо, потом она начинает теряться, дорожка. Нужно спускаться в болото. В болото спускаться и увидишь одна, а потом начинает появляться дорога. Угу. Ну, там большой камень, здоровая. К нему приставлены еще вот такие палки. Да, видели мы там. И вот идешь от этого камня, вот под 45 градусов тропинка будет вниз. Здесь жили в команате, думаю. Ага, не лишь завалено. Вон проход. Видишь, комната какая-то со всех сторон. Здесь такой лапник поставить. Ну да. Будет комнатушка. Да, если без этих камней. Видишь, это вот единственное место, видишь, тут смотри. С двух сторон она пилена алмазом, опять вот этим. Угу. То есть она, посмотри, и вымута. А вот это вот пирамида. Тоже считается. Это сейт тоже. Ага. Сейт пирамида. Да, интересно. Пошли дальше. А где верхушка-то? Это вот она. Вот это была, да? Да, она туда не залезла. Ну вот, мы забрались на сейт. Какие нас забрали. Теперь мы любуемся отличным видом открывающимся отсюда. И отдыхаем. Красота. Лепота. Вид офигенный. Конечно, камера этого не передаст, но смотрится бесподобно. Только сейчас обратил внимание, камень реально теплый. Вот касаешься его рукой и он теплый. И это факт. То есть, конечно, я бы не сказал, что так уж он горячий, раскаленный и так далее, но он реально теплее, чем воздух. Ну, то есть, нет, я конечно допускаю, что он нагрелся на солнышке, потому сейчас тепло, особенно когда солнышко зашло. Вот. Но на самом деле для такого здорового булыжника прогреться на солнышке, на нашем северном, так, не знаю. В общем, момент интересный, но по крайней мере сидеть на них тепло и комфортно. Красота. высота я посмотрел 381 метр самая высокая точка есть 417 ну и не самая маленькая зато отсюда обалденный вид просто потрясающе как Финляндия место здесь очень интересное и уникальное о какой водичку продавать карликовые березки похоже на то карликовые березки вот сидел учитель почему учитель не за учеников да отбалдеть он не глубокий да но здесь если ты внимательно посмотришь есть проход для людей смотри сбоку они шли и спускались да вот это разрез нет ну блин но это не природа вот смотри говорю видишь где спускаешь вот этот мох поднимается и спускается человек видишь где выходит он проходит здесь смотри нет но вот это нет но вот это нет но вот в это я не в жизни не поверю что вот это сделала природа это бред это посмотри верну вот это что ли высота 3 метра или 4 абсолютно ровный прямой стык под 90 градусов ну я не знаю ну я не знаю ты дурак можешь сказать про природу ну в общем глядя на это это что то не верится вот в подобные уже вещи а его же лишь делали для прохода будешь здесь проходить можно ну и вот видишь и вот то есть он начали пилить и он начал разваливаться ну а другое видишь отсюда вытащили вот эти камни нет камни ни сбоку не валяется они вот там на фейдах не обрати этот такой цвет а эти черные видишь можно вот такой сделать прямой смотри вот туда видишь и вот она вон куда уходит пропил просто развалился ну а пропилия вот одна вот смотри видишь вон он пошел пропил угры и вы это какая техника была у них band Они же как масло резали, ты видишь? Что-то интересное даже. Такого не было-то. Мы отдельно шла. Сканируется здесь. А оттуда вот там ступеньки идут вниз. У меня эта комната. Это основная комната. Но вынуто все. Ты видишь? Что? Кто вынимал? Камень-то отпилил? Может быть вот это он выехал просто. На котором я стою. Он оттуда частью был. Тогда бы сохранилась вот эта выемка вот здесь. И вот эта вот так бы была бы. А ее нет. Комар. Бывает. Да. Интересно. И вот эта вот пропитка. Да? Привода, да? Вот это природа. Вот природа, да? Вот природа, да. А здесь он пытался резать. Видишь? Один прорез был, потом другой прорез. Видишь? То есть глубину еще мерил. Видишь? Да. Но это пропилено. Потому что видишь? И это, и это параллельно идут. В общем да. Непонятно что это такое. Что за силы могли такое сделать. А вот этот кусок просто отодвинут. Видишь? Ну это да, это часть. А это вот комната, посмотри. Здесь можно вот тут проходить. Видишь? Смотри. И подниматься главное. Видишь? Здесь комната. И здесь подъем есть. Смотри. Здесь нельзя раз подъем. Вот упал. Да? Смотри на него тут. Здесь. Здесь. Здесь и выше. Видишь? Для подъема. Видишь какие? Здесь. Ну. Первый раз вот здесь. Все болелось. А второй раз здесь. Первый раз вот эту комнату делали. Видишь? И вытащили оттуда все. А второй раз тут сделали. Возможно. Возможно. И можно опуститься. Видишь? Угу. То есть она. Входящая и выходящая. То есть не просто амбар. Угу. Загарично. Весьма. Угу. Болото и камни. Удивительное сочетание. Идешь как по асфальту. Вот такое. Болото на камнях. Б��니다. Прямо на горе Расколотые камни Вот то озеро Глаз Красота Заседания Учленники Ну вот посмотрите Красиво смотрится Да Похоже Амфитеатр Римский колизей Здесь записано Временная структура Смотри Вот этот класс Второй Смотри Идет Временная структура Смотри Идет Временная структура И осчитывает Можно там Можно там Верхние и нижние слои Видишь как они располагаются А если не можешь Видишь на камнях Они поставки На каждом Класте времени Скажу Где они заседали Здесь для учителя места И для учеников Это мы так Про себя поразвонили Заседание порткома Ну а это реально И на это их места были Где они планировали Что-то не думали И разговаривали На это их места были Где они сидели Где они сейчас поставлены Вот этими Туристами Здесь где они жили А здесь они Ставят работать Это Вот Где учитель сидит Там плоское Широкое место А где ученики сидят Там яйцеобразное И одного места помощника Если поймешь Сидишь Этой точке Сразу Почувствуешь Это Наверное Этих учеников Так дельфицировали А если бы у тебя Палатка сейчас была бы Разобрана Ты бы После мотокарма Плюкнулся Без плана А сейчас у тебя Проблема Или где-то Ну Не так Это Не такая Проблема Палатка маленькая Доставить ее быстро Ну ладно Ты не видишь Ты не видишь Где учитель Где учитель Где учитель Это Костер Ну ладно Неудобно Ты на этом А ты вон на том Ко мне Сиди Неудобно Так Теперь Подожди Сядь Вот здесь Неудобно Нет А теперь сядь Вот здесь Учитель был Вот здесь Сидел Старший Помощник Видишь Какой камень Теперь сядь вот сюда Ну попробуй Задо Ну попробуйте Ты Встань И сядь Вот на этот Камень Теперь Хорошо Да А теперь сядь На камень Учителя Попробуй Какой у него камень И ножки Посмотри Он под нашему Сядь сюда Попробуй Ну попробуй И приезжай Это старший Наверное Помощник Которого Учитель Уважал Здесь сидел Учитель Он в центре Видишь И этот Помощник А эти Камни Видишь Яйцеобразные Неудобно Сидеть Видишь Как И это все Осталось еще С того времени Только Видишь Да Есть Чувствуешь Разница Здесь Наверное Своим Приятелем Своим Приятелем Не знаю что Ух Ух Лапы Какие Ух И следы Ух Собаки Лапы Поехали Ужищшая Большая Собака Бальные Собака Бескировали это на кальян спрячусь от ветра и как раз кальянчик сейчас уже покурить самое то ой какой вид красивый да сейчас край тысячи озер да так жарко что впору надевать панамку вроде север вот здесь где-то ползущие два камня мы видели не понимаю как его так на две части расколола природа как этот камень можно расколоть природным способом вот так расколол ты камень вот еще один расколол ты как они раскололись с чего вдруг удивительно раскол этого камня смотри сколько тонн земли это сколько энергии должно все вот это сделано камень как как вот человек не на воздух реально будет от этих вот мы добрались до лестницы вот она лестница в небо это же народ утверждает что это естественного происхождения да вот-вот вот-вот но ново научное сообщество утверждает что это естественно ну что ж мы наконец-то пришли на ту самую лестницу где давным-давном древние карелы проводили свои тайные шамансовые сходки где собственно и приводили жертву приносили происходило это примерно вот так на той площадке в севернее шаманы усаживались и читали заклинания после этого жертва полумертвая скорее всего подходила вот так это все и происходило сейчас здесь находится целый склад купюр копеечек вот величина от 5 до 10 рублей и интересный браслет который тоже кто-то оставил по преданиям наверное оставляя здесь что-нибудь ты отдаешь здание ты горел от аварии возможно удача шаманство и их древняя энергия которая заточена в этих камнях передается тебе частично народ утверждает вот надо научное сообщество утверждает что это сделала природа недавно сюда ездили люди собственно говоря я по их стопам еду государство сюда отправила разобраться говорят нет все таки все то что мы здесь видим это все сделала природа правда человек поклонялся здесь конечно испокон веков давным-давно да вот но вот все эти монументы скажем так абсолютно ровные камни вот эти вот да и так далее то есть все природное там все же можно объяснить вот лестница я сомневаюсь на самом деле это слишком странно зачем это природе вот-вот о чем говоришь ну вот я про лестницу специально спрашивал говорят нет природа лестница тоже да это ветер вот так когда приеду ну хорошо действительно что такое бывает там как что-то связано со строением породы я не помню ну смотри мы с тобой там спускались там было похоже на лестницу не херня здесь слишком четко ну вот на мой взгляд тоже ну это видимо он потом уже сюда упал а вот с него этого с неба упал тоже что-то там в лестнице не потрудилась природа вот это скептик кстати говоря вот постой это постой с ним в камеру пусть вдруг нам о кстати да а вы кто глупани нам новый тюбер это просто ютубер на самом деле мы тоже ну я для практики это все снимаю короче было бы интересно сделать с вами интервью на 2 минуты можно короче вот 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 потрясающей красоты озера вот это недалеко от лестницы находится все вот вот тропинок нет ни одной мы ломанулись просто через лес и как выяснилось не зря мы покупались наконец-то смыли из себя пот по крайней мере я еще ребята которые с нами туда пошли сейчас мы хотим приготовить себе перекус чтобы голодным не переться до машины потому что переться здесь 7 километров а это на самом деле еще очень неблизкий путь вот вот эти камни мы решили пройти обход горы вроде бы так получается чуть ближе о красиво на стене все это камень на ручье вот ручей вот камень такая вот большая дура вот да прямо на ручье действительно сеет камень на камне и под ним ручей обалдеть и ну и и и и и и и и а и карельские горки вот это камень обалдеть мы добрались на удивительную стоянку группы водина через адский спуск разбитую коробу и так далее вот стоянка такая полусекретная но зато конечно офигенная здесь есть большой стол лавки печка и много чего еще даже клумба можно сказать с цветочками ходит замечательный мостик здесь можно купаться прямо тут растут желтые кувшинки но вроде даже песочек так что в принципе я думаю тут вполне можно окунуться вот тут вот в округе куча озера и много чего интересного еще расположено всяких мистических непонятных штук которые конечно тоже надо смотреть и еще здесь относительно небольшое количество комаров и слепней что рядом с нашей стоянкой обнаружилась чудесная купальня где мы все покупались и отдохнули Наташа даже помылась мы развели костерчик большой теплый жаркий так что у нас теперь всю ночь явно будет поменьше комаров в общем после пота помыться конечно чудесно